Неоценимую роль Субтитры создавал DimaTorzok В Арканде и в Ташкенте Большая эрудиция и неутомимая творческая энергия Юнуса Раджаби Снискали ему глубокое уважение музыкального сообщества Узбекистана Будучи сам талантливым певцом и музыкантом Юнус Раджаби имел замечательную возможность общения со многими выдающимися исполнителями Хранителями традиций маконного искусства Его гостеприимный дом был местом встречи и общения для многих выдающихся певцов и музыкантов Со всех уголков республики Здесь часто бывали такие замечательные музыканты Как Дамлах Алим Ибадов, Усто Алим Камилов, Ахмаджон Умурзаков и Риски Раджаби Собирая разрозненные маконные произведения и переводя их в современную нотную запись Юнус Раджаби подготовил шеститонное издание Шешмакома Которое было опубликовано в период с 1966 по 1975 годы Эти издания явились великим творческим вкладом в дело по сохранению музыкальных традиций Узбекистана Став классикой музыкальной литературы Центральной Азии Узы долгой дружбы связывали Юнус Раджаби со знаменитым мастером музыкальных инструментов Усто Усмоном Зуфаровым Его трудолюбивыми руками были созданы многие музыкальные инструменты На которых играл Юнус Раджаби Здесь, в мастерской Усмана Зуфарова, он искал новые формы, стили и оттенки звучания Традиционных музыкальных инструментов Дутара, Тамбура и Сато Творческие усилия Юнуса Раджаби были сконцентрированы не только на возрождении и развитии традиций шашмакома Но также и на поиске новых форм исполнения макомных произведений в составе Большого ансамбля Для сохранения и дальнейшей популяризации макомного искусства в 1959 году он организовал первый профессиональный макомный ансамбль при радиокомитете Узбекистана Костяк ансамбля был сформирован из лучших певцов и музыкантов республики таких как Фахреддин Садыков, Барух Зиркиев, Ариф Касымов и Арифхон Хаттан Вокальные партии шашмакома, а также его некоторые инструментальные композиции были записаны в исполнении ансамбля Юнуса Раджаби в период с 1960 по 1962 годы и изданы в виде комплекта из 21 пластинки В то время макомный ансамбль был своеобразной академией традиционной музыки которая воспитала таких выдающихся певцов и музыкантов как Берта Давыдова и Тургун Алиматов Ариф Алимаксумов и Артык Хаджа Иманхаджаев Артык Атаджанов и Сиродж Аминов Абдухашин Исмаилов, Хасан Раджаби и многих-многих других Ансамбль Юнуса Раджаби выступал на регулярных концертах традиционной музыки и вечерах посвященных макомному искусству Макомные произведения в исполнении ансамбля звучали на национальном радио и телевидении а также во время его зарубежных гастролей Все это сыграло важную роль в популяризации макомных традиций и стимулировало создание профессиональных макомных ансамблей в Узбекистане, Таджикистане и Киргызстане Макомный ансамбль, созданный Юнусом Раджаби, существует и поныне Он гордо носит имя своего основателя и бережно хранит его традиции Дом, в котором академик Юнус Раджаби прожил наиболее плодотворный период своей жизни получил статус дома-музея став своеобразным центром традиционной музыкальной культуры Узбекистана Бастокар Юнус Отем Таил-мишайдау Айлади Хар макамда Юз макам Машкин пайдау Айлади Экспонаты дома-музея знакомят посетителей с жизнью и творчеством академика Юнуса Раджаби предоставляя большой объем информации по истории традиционной музыки Здесь можно увидеть рукописи трактатов о музыке исторические фотодокументы а также образцы разнообразных национальных музыкальных инструментов Специальная экспозиция посвящена истории узбекских маком Она включает в себя рукописные нотные записи, сделанные Юнусом Раджаби научные публикации и аудиозаписи шешмаком Также здесь представлены материалы, посвященные славной истории макомного ансамбля Убаят Ед кэн да агаз Ах ты анхаури Азим Ейкара Кузым деде Ушак не дарья Айлади В доме-музее каждый посетитель может прикоснуться к великому макомному наследию Ощутить дух музыки Юнуса Раджаби Который живет в сердцах его потомков, хранителей музыкальных традиций знаменитой династии КОНЕЦ 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 КОНЕЦ